Здравствуйте, Шаватов и Гутово! Хорошей недели! У нас 211-й урок по книге Мишли, мы находимся в 24-й главе. И после того, как мы уже два урока разбираем о проблемах борьбы с алкоголем, мы начинаем новую главу, которая говорит «Не завидуй злым людям и не желай быть с ними, ибо о насилии помочляет сердце их, и о злом говорят уста их». Прочитаю еще пару псуким. «Мудрость устроится дом и разумом утверждается, а признание и покой наполняется всяким достоянием, драгоценным и приятным». Я думаю, что пока этого достаточно. И попытаемся разобраться, что нам говорит Шлома Амалах. «Аль тиканебе аншейраа» – «Не надо завидовать людям зла, злодеям». «Валь титаав ль йоты таму». «И не занимайся тайвой, чтобы быть вместе с ними». Здесь два совета, которые дает Шлома Амалах, которые, в общем-то, очень похожи. И надо понять, что добавляет вторая часть пасука к первой. Первая пасука говорит, что не надо завидовать людям зла. Вторая пасука говорит, что не надо желать быть вместе с ними. На первый взгляд, это две вещи, которые одно и то же. Но Шлома Амалах что-то нам добавляет. Говорит Мальбим, что здесь есть первая часть. «Аль тиканебе от слухотам, не завидуй их успеху, вытерцело асоткам и асейхам, и не желай делать так, как делают они». Второе, что даже если ты не будешь желать быть вместе с ними, то есть не будешь к ним относиться и не будешь желать, чтобы они стали любимыми тебе, близкими к тебе людьми, и ты не будешь делать так, как делают они для того, чтобы получить какой-то тайлет, какую-то пользу из отрицательных действий, тем не менее, ты должен работать над двумя направлениями. Не объединяться с ними вообще, то есть не быть рядом с ними, первое. И второе, не делать так, как делают они. Потому что иногда человек, увлеченный хорошей компанией, попадает в хорошую среду окружающую, и, соответственно, ведет себя так, как ведет окружающая среда, и это влияет на него. И второе, он устранен от них, он находится далеко от них, но втихаря делает поступки, которые делают они. Обе эти части являются запрещенными. И Шлома Мелл предостерегает от обоих частей. Давайте прочитаем Гаона. Понятно, что этот отрывок очень крошечный, и здесь особенно нечего обсуждать, и так понятно. «Альтикане бэаншейраа» – «не надо завидовать людям зла». То есть «альтикане» – «зависть» – это зависть к их гацлохе, к их успеху. «Аншейраа» – «тем, что они мыцлихиммио», ты будешь видеть, и такое часто происходит, человек видит отрицательные персонажи, людей, расшоем, нечестивцев, которые невероятно успешны в этом мире. И понятно, что успех в той или иной виде по-разному. Это может быть успех, что к нему хорошо относятся люди, он такой рубаха-парень, душа компании, все с ним просто изумительно хорошо себя чувствуют, и так далее. И есть второе, что этот человек богатый, и оба эти вещи вызывают зависть от окружающих. То, что они называются муцлах – «удачливый человек», ты не должен этому завидовать, и не должен вожжелать, желать быть с ними. То есть, несмотря на то, что ты не будешь вести себя так, как ведут они, не будешь делать плохие вещи, тем не менее, есть запрет желать быть рядом с ними. И даже если у тебя возникает такое желание, то это желание нужно убрать, чтобы не было к нему таевы. Но здесь нужно исполнять другую вещь – «герхэк ми петах байтам». Ты должен удаляться от хода в их дом. Не только не находиться рядом с ними, но даже дом, где они находятся, соседство с ними, должно от тебя быть подальше. Есть такая мишна в трактате «Перкиаворт». Сказал Рэби Йоси, «Однажды я шел где-то там по дороге, и встретил меня человек, который сказал ему шалом, он мне сказал шалом, я ему вернул шалом». Они поздоровались. Спросил он Рэби, «Из какого места ты?» Ответил я, что я из места, где находятся люди, Талмидей Хохом, изучающие Торы и так далее. Сказал он мне, «Хочешь, я дам тебе алфей кейсов из Агав в Амаргалиот, я дам тебе кучу денег, серебра, золота, драгоценных камней, за то, что ты приедешь и будешь жить в нашем месте, для того, чтобы обучать нас Торе». Ответил я ему, «Даже если ты дашь мне все золото и серебро, и драгоценные камни, которые есть в мире, то не буду я жить, а только в месте Торы». Рэби Йоси нам сообщает, что существует сакана, опасность для человека, даже человека, который Талмид Хохом, человек, который находится на очень высоком уровне. Существует опасность, когда он отдаляется от места Торы, места Талмидей Хохом и места мудрецов, и оказывается в другом месте, и вроде бы он едет туда с хорошими намерениями передать Тору, преподавать Тору и так далее. Но если он переезжает в то место, где нету Торы, и возникнет она благодаря нему или нет, это очень сильный хороший вопрос, далеко не всегда это происходит, то этот человек затягивается в среду, куда он попадает, и он отдаляется от Тора, хочет он этого или не хочет. Поэтому он едет для того, чтобы, допустим, Рабьёсе предлагалось много денег, серебра, драгоценных камней, то есть он вероятнее всего, раз ему это предлагалось, то в месте, где он жил, у него не было миллиардов долларов, которые лежали под мышкой. И тем не менее он сказал, что какие бы деньги ты мне не предложил, я буду жить только в месте Торы. Здесь нам говорится о том, что когда ты оказываешься около людей, которые удачливы в этом мире, но их удача, ты знаешь, что связана с их расшеидством, их нечестивцем, они злодеи, то тебе надо удалиться не только от их действий, но удалиться от соседства с ними, не находиться в их компании, потому что это компания, которая приводит рано или поздно, но приводит к авиарот, к преступлениям, которые делает человек. Потому что среда, она затягивает, там, где ты находишься, это невозможно не быть мушпа, невозможно получать гашпо влияние от людей, злодеев, нечестивцев. Поэтому посука шломомелок делит на две части. Первое, не учись им действиям, не надо завидовать им, чтобы не делать так, как делают они. И второе, это не находиться рядом с ними, несмотря на то, что нахождение рядом с ними может привести к довольно хорошим, позитивным результатам, в смысле удачливости в этом мире, но это невезбежно приведет к какой-то проблеме. Продолжает шломомелок, и на первый взгляд начинает говорить на другую тему, но это продолжение того, о чем говорилось раньше. Кишот, Ехаге, Либам, А. Я извиняюсь, я забыл, что нам надо изначально все произнести на языке, который называется русский. Ибо о насилии помышляет сердце их, и о злом говорят уста их. Это причина, по которой ты не должен находиться рядом с ними, потому что их сердце, их уста, сердце думает, а уста произносят вещи, связанные со злом. Объясняет Мальбим, что это значит, он перевел по-русски довольно хорошо, потому что шот, разбой, это то, о чем помышляет их сердце, и их уста помышляет о омале, о труде, связанной с добыванием денежных знаков, и об этом они постоянно будут говорить, мыслить и говорить. Сами по себе денежные знаки, они тоже не являются самым позитивным в этом мире, и разговор о них тоже. Но кроме этого, здесь речь идет о добывании этих знаков с помощью мошенничества, как мы сейчас видим. Говорит Мальбим, что относительно того, что сказано, не завидуй людям зла, злодеям, об этом сказано. Почему им не надо завидовать? Потому что сердце их, оно занимается шойдом-вэшевером, оно занимается разбоем и убийствами, разломом. И также имеется в виду, что их успех, это не успех, настоящий, истинный успех. Потому что они постоянно находятся в страхе от того, что их ограбят. И то, что они делали грабеж, это может прийти к ним в дальнейшем. И у них есть постоянное понимание и, соответственно, дага о том, что успех, который они добились, и то, что есть у них в этом мире, поскольку они знают, каким способом это было приобретено, то они знают, что не только Всевышний работает мера за меру, но люди также очень часто работают тем же способом, и они могут потерять все, что было приобретено. Относительно того, что сказано, что не надо желать быть вместе с ними, он говорит, почему не надо вместе с ними находиться. Потому что их уста, они говорят, постоянно говорят про амаль, про тяжелый труд. Что такое тяжелый труд? Они говорят, ну, чуть дальше мы видим, что здесь речь идет о мошенничестве, то есть какая-то уловка, с помощью которой человек ловит другого человека в ловушку, обещает ему, я не знаю, какие-то там позитивные очень вещи, тот попадается на это и попадает в такое понятие лохотрон, когда он теряет деньги, ему делают какую-то ловушку, ему кажется, что он сейчас много-много-много заработает, и попадает реклама, еще что-то. В сегодняшнем мире это работает немножко, наверное, не так, как работало во время Шлома Амеллаха, хотя действие, принцип остается тот же самый, но если во время Шлома Амеллаха ты должен столкнуться с этим человеком и начать с ним разговаривать, и тогда он начинает какую-то фигню нести для того, чтобы тебя словить в то, чтобы ты, я не знаю, вложил какие-то деньги в несуществующие акции или что-нибудь подобное сделал, то сегодня для этого не нужно выходить из дома и знакомиться с людьми, достаточно нажать кнопку компьютера и тут же у тебя выскочит какая-то реклама, которая тебя научит. За две недели стать мультимиллионером, что вот мальчик Ваня Иванов зарабатывает за день то есть какие-то суммы денег, не отходя от компьютера, ты тоже начинаешь в это вкладываться, зарабатывать кучу денег, не отходя от компьютера, какое-то количество времени, очень небольшое, после чего вдруг оказывается, что деньги кончились и так далее, и это то, что происходит, вот этот вот процесс называется неворовством. У него есть отдельная статья Уголовного кодекса, которая называется мошенничество, то есть те деньги, которые отбираются у людей с помощью речей, с помощью разговоров. И он говорит, что ты научишься от их действий, чтобы делать амаль ва вон. Во-первых, здесь говорится в основном не про то, что ты потеряешь кучу денег, это тоже существует такая опасность, но здесь говорится о том, что ты вдруг сможешь не потерять, а наоборот приобрести. То есть ты у этого мошенника научишься каким-то мошенническим трюкам и начнешь обворовывать не путем заповедей Лотигнов и Лотигзоль, не обворуй и не ограбь. А заповедь, я не знаю, как ее произнести, это заповедь в Торе, Лотахмод здесь существует, но это воровство с помощью мошенничества, которое запрещено Торой. В общем, примерно так же, как заповедь Лотигнов, там есть определенные различия, которые есть между этими заповедями, этими запретами, но и то, и другое является запретом Торы. И человек, который этим занимается, он безусловно, даже если он занялся всего один раз, он безусловно находится внутри заповедей Лотигнов. Я просто для примера приведу, что говорит Гемора. Гемора задает вопрос, зачем Тора дает заповедь Лотигнов, что запрещено воровать? И то, что запрещено воровать, ты можешь выучить из заповеди Схар-Сахир. Что такое заповедь Схар-Сахир? Рубен нанимает Шимона на работу, он ему должен, я не знаю, вспахать поле в течение сегодняшнего дня. Он вспахал какую-то часть поля, допустим, работа должна идти месяц, он отработал сегодня эту часть работы. Работодатель обязан с ним расплатиться за сегодняшнюю работу до того, как зайдет солнце. Если он этого не делает, он нарушает заповедь Лот-Алин-Схарт-Сахир, что не будет лежать у тебя, ночевать у тебя плата твоего наемного работника. Говорит Гемора, что из этой заповеди, что ты не можешь задерживать зарплату, ты можешь выучить заповедь Лот-Игнов, не воруй, потому что задерживая зарплату, ты уже нарушаешь заповедь не воруй. И, соответственно, человек, который учится, как с помощью рта обмануть другого человека и взять с него военное количество денежных знаков, то в этой ситуации он нарушает заповедь Лот-Игнов, он нарушает заповедь не воруй только. Это нарушение происходит не благодарим Гнейва, не те определения Гнейва, которые даются в одном из мест Геморы, когда рассказывается в Геморе Вавакама, рассказывается, что вор это тот, кто приходит ночью или днем, но так, чтобы его не было видно, и вытаскивает из кармана или из сейфа или из шкафа вещи, и незаметно, когда он взял. Есть еще Газлан, грабитель, который приходит либо в маске, либо без маски, с пистолетом или с ножом в руке и заставляет отдать эти деньги. Это тоже воровство, но оно имеет другое название ограбление, тигзоль. Есть еще одна заповедь, кроме Лот-Игзоли, заповедь не заниматься, я не знаю, как по-русски лучше перевести. Давайте с помощью статьи Уголовного кодекса РСФСР заповедь не заниматься разбоем. Есть два вида гоп-стопа. Есть вид гоп-стопа, который называется грабеж, это когда приходит к человеку, прикладывает нож к сердцу и говорят кошелек или жизнь. И в зависимости того, что тому, кому приставили нож к сердцу, выбирает, у него есть свобода выбора, выбрать кошелек или жизнь. Он может сам выбрать, это называется грабеж. А есть еще раз бой, когда приходит, сразу дает по голове или сразу стреляет, или сразу пыряет ножом, не насмерть, а так, чтобы отрубить или вырубить, так, чтобы человек не мог сопротивляться или испугался и после этого забирает деньги. Это тоже часть воровства, но это три разных заповеди в Торе, которые существуют, три разных видов воровства, которые существуют. Есть воровство, которое учится из не оставь плату наемному работнику до утра, когда человек не имеет права задержать выплату. Отсюда учатся любые вещи, когда я не взял деньги силой или не забрал их из кармана, а сделал так, чтобы мне сам человек передал эти деньги, но я оставил их себе, хотя должен был отдать, например, я взял в долг и не вернул долг. Это тоже вид воровства, который называется, ну, я не знаю другого слова по-русски, воровство без помощи рук, с помощью уст. Это то воровство, о котором он сейчас говорит. Я за неимением другого русского слова, вернее, за моим незнанием этого слова, наверняка оно есть, но я не юрист, назову это слово мошенничество. Когда человек сам мне отдает деньги, без того, чтобы я приставил ему пистолет к колбу, но при этом он не планирует, что эти деньги были подарком, он вынужден это сделать по той или иной причине и с помощью этого мошенничества деньги остаются у меня. Таким образом, это еще одна вещь и это то, о чем сказано, что когда ты объединяешься с Рошой, либо ты должен знать, что его мысли это мысли о грабеже, разбое, насилии, просто воровстве, либо его слова, от которых ты будешь волей и неволей учиться, это слова, которыми ты придешь к мошенничеству, краже другим способом. объясняет Гаон, что разница между шот, воамаль, разбойничеством, грабежом и мошенничеством, это шот, разбой, грабеж, это то, что берешь у человека бахэскас яд, твердой рукой, с помощью своей собственной силы, оружия, например, и это то, что находится в сердце у злодея постоянно подумать, какие действия можно сделать для того, чтобы забрать деньги у ближнего. Амаль, это то, что происходит бодибур, с помощью высказывания, что не кар, когда ты знаешь, что хочет человек, когда он высказывает про того, кто не про себя, про кого-то другого. Амаль, сватейгем тидабрену, то, что он постоянно говорит о мошенничестве своими устами, имеется в виду, что его уста говорят постоянно по поводу того, как бы украсть. И это вместе Махшова, мысль, дибур, слово и действие. Как объясняется в книге Хавакука, но книгу Хавакука и пирожиогрона Хавакука мы сейчас не можем прочитать, поскольку я с собой его просто не взял. Но, в принципе, и так все понятно, о чем идет речь. Поэтому перейдем к следующим. Суким, первая часть, в общем, того, что нам хотели сообщить, нам сообщили. Удались, не ревнуй, не завидуй и удались от нечестивца, поскольку ты от него можешь научиться. Ого-го. Третий, четвертый, наверное, и пятый, может быть, пасук, может, даже шестой, они говорят немножко на другую тему. Мудростью устроится дом и разумом утверждается точка, а признание покое наполняется всяким достоянием драгоценным и приятным. Эти два пасука говорят о том, что человек с помощью мудрости Торы и понимания того, что происходит, может построить дом и наполнить дом. Теперь прочитаем, чему насущат здесь Мальбин. Мальбин говорит мудростью будет построен дом. Все большое количество дорогие и приятные вещи, которые существуют, это все делается с помощью хохмы. Объясняет Мальбин, хохма, она микубелит, она то, что принято. И это осыф хокей хохма мибихуц. Это то, что человек принимает законы мудрости, которые были собраны снаружи. Умикабец эль-либо он берет и собирает законы мудрости, законы хохмы, и они собираются в сердце у человека. Калалейга, его правила хохмы, лимудейга, и то все лимудим, все, что можно из них выучить, собираются и хат, и хат, по одному. Гунемшаль, человек хахам, он наподобен. Лемиша асафы цимва аваним висит. Человек, который собирает дрова, аваним, камни, сит, известь, выколь хамарим, и все материальное, что существует, которые цирихим лобинян, которые нужны для того, чтобы построить строение, дом. Убанэ, эвина, левина, после чего он начинает строить камень на камень. Точка. Это понятие хохмы, когда человек вначале собирает все материалы, которые нужны будут для строительства. Улам, однако, твуна или бина, это человек, который мивин давар, меток давар, человек, который понимает одну вещь с другой. Ахар, шикабац, векибель, после того, как он собрал и принял законы мудрости, и он собрал их бэймуна, в вере во Всевышнего, этот человек, домэ, подобен лимухонэнабай, тому, кто планирует строительство дома, инженера, архитектора, который планирует дом. Умасива лавгак, ватикра, и ставит на этот дом крышу, потолок. Вымеги ахарках, лимадригадад, если человек после этого, после того, как он спланировал от начала до конца все строительство дома и спланировал до состояния, когда на дом будет поставлен крыша и потолок и совершил все эти действия, это меда, который называется бина или твуна. После этого он может достигнуть в мадреге уровня, который называется даат, то есть он знает все, бэйдия брура, он не только собрал законы, он не только проанализировал, как эти законы работают, он знает их, бэйдия брура, он знает их стопроцентным четким знанием. Бодоварша ра бэхуш, таким образом, что он это чувствует, он знает это на уровне ощущения или гаскала, сейхль, разум, бэмускаль решон, так что это то, что ему приходит в голову первое же, в первое мгновение, когда он на эту тему задумывается. Такой человек, домэ, он подобен тому, который мималэ эдгабайт бэклеи карвы наим, человеку, который заполняет дом красивой посудой и приятной, потому что тогда заполняются комнаты дома мудростью и светом, и он делает цицим, прохим, он делает что-то типа украшения и цветов для мудрости, которая у него была, то есть для торы. Бодогмазэ, этим примером мы рассказываем о строительстве, о творении, о строительстве мира, который был создан мудростью, естественно, мудростью Творца. Хохма, и это то, что сказано, что Гашем Всевышний бы хохма и сетарец, мудростью он установил землю, конэн шамайэм бы твуна, и он спланировал небеса, биной, твуной, бы дат, дгумот, ни в кау, и с помощью дат были открыты подземные воды. Точка. Таким образом, здесь нам дает разбор того, как три верхних качества, три верхних сферы Всевышнего обустраивают весь мир, как строится дом, как он наполняется, и как здесь работают три уровня хохма, бина и дат. Это то, о чем нам говорит Мальбин, и Гаон, понятно, что касается того же. Попытаемся немножко коснуться суги, в которые нас водит Гаон. Она достаточно длинная здесь. Не так длинен комментарий на это место, как с учетом других мест, о которых говорит Гаон, это соединяется, когда это в одно общее собрание, это становится достаточно большим кусочком Мишли. объясняет Гаон. до сих пор мы говорили о том, что надо удалиться от злодея для того, чтобы не учиться от злодея, потому что чему можно у него научиться? Плохим вещам. Даже если я не завидую ему и не соединяюсь с ним для того, чтобы делать плохие вещи, то тем не менее, находясь с ним по соседству, я волей-неволей прохожу процесс обучения у него, я учусь у него вещам, которым учиться нельзя, о котором мы говорили в прошлом послуке, а именно воровству и мошенничеству. Теперь он продолжает, но человек, который обучается мудрости, хохмень, то ей будет построен дом. Что такое ей будет построен дом, объясняет Гаон. Дом, который строится мудростью, это человеческое тело. Точка. Бомитсвот Асе, у Бомитсвот Лота Асе, дом строится через Митсвот делай и не делай. Что имеется в виду? Ибо не байт строится дом, только Митсвот делай. Бетвуна и Тханен, но твуной, биной, производятся все замыслы, которые выходят из потенциального состояния в кинетическое, они выходят посредством твуны, бины, которая соответствует Митсвот Лота Асе. Не делай. Потому что человек, который собирался сделать Митсвот или даже сделал Митсвот, после чего он сделал Авейру, то Авейра гасит свет, который зажгла Митсвот. Поэтому, когда человек не делает Авейру, то есть, у него есть идея приступить к одной из заповедей Всевышнего, которую нельзя делать, про которую написано Лота Асе, и человек сидит и не делает эту Авейру. Говорит Гемора, что в этот момент он получает награду, как будто бы он сделал Митсву. Митсву сделай. Что это означает? Я, в общем, пересказал Гемора Кедушин, которая говорит, человек, который ешав в Луавар Авейру, человек, который сидел и не сделал Авейру, ему дают награду, как будто бы он сделал Митсву. На эту тему довольно много вещей сказано и написано. Давайте одну из них посмотрим, которую мы уже учили, но это было, когда мы были моложе. В восьмой главе есть несколько псуким, которые, я не помню, как мы их учили, но их выучить технически невозможно. Вильнюсский гон здесь перешел полностью на курсив, на объяснение об Эдерих сот, объяснение на уровне тайного понимания, поскольку простой смысл здесь довольно тяжелый. Говорит, давайте я вначале прочитаю два-три предложения из восьмой главы на русском языке, а потом немножечко попытаемся с одним из них разобраться. Момент, для этого надо открыть восьмую главу. Самое начало главы. Не премудрость ли взывает и не разум ли подает свой голос, она становится на вершине возвышенных мест, при дороге на распутьях она, то есть хохма, возглашает ворот при входе в город и при входе в двери. К вам люди взывая, голос моих с иным человеческим. Я прочитал несколько псуким сразу же, и теперь посмотрим, как объясняет Гаон. Вот мудрость зовет она подает свой голос. На вершине возвышенностей идет путь к дому разных линий идет расположение. говорит Гаон, нас интересует именно вот этот последний пасук, он говорит, что есть три уровня внутри хохмы. Как написано в книге Яцира, что есть 32 натива, 32 направления, которые плюет хохма, чудес, которые есть в хохме. Плюет это сот, тайна, слово пэла, чудо. И сказано в книге Яцира «Рох миро хахах вах отца вэсри вэшта мутийот есет». Дух с духом как бы соединились и выточили 22 буквы алфавита, еврейского алфавита, которые были созданы. И это плюет, и это те чудеса, о которых идет речь. И это то, что сказали в книге Зохр. «Рэйшевы гизава шевэла», что есть как бы три мудрости, рейша, газа, ващебула. Что это значит? Говорит нам о Шлома Мелах, «Бэйт на сего отнесва». Дом из нативов мудрости, из направлений мудрости будет выточен, построен. Как сказали тоже в Зогаре, цитату я пропускаю, «Рэйшевы», то, на что нам нужно сейчас, нет, наверное, нужно все-таки. Он говорит, что хохма, она как дым, который выходит, и он не виден, на него невозможно, он не открыт, она всегда скрыта, как некая дымовая завеса, нечто такое воздушное, которое нельзя пощупать и нельзя открыть. Где проявляется хохма? Только в доме, внутри. то есть в бине. И об этом сказали Берейшит, сказали, кто это, кусочек из Тикуней Зогар, в комментарии Гаона на Тикуней Зогар, он пишет что-то подробнее, там написано, слово Берейшит, вначале сотворил Всевышний небо и землю. Слово Берейшит, это Берош Байт, это те же самые буквы, как в начале дом. И также сказано, Берош Байт, у нас в Мишле тоже сказано, что хохма открывает начало дома. Теперь, что имеется ввиду? мы сказали, что существует 32 нитива, 32 направления мудрости, и эти направления, они сдвоенные. И существует шаарим, ворота, через которые это открывается, и они тоже сдвоенные, эти ворота. У каждого из них есть свои птахим, свои входы и выходы, через которые можно познакомиться с понятием мудрости. Имеется ввиду, что коле, хат, колололоматор, что все, что есть внизу, все, что есть внизу, всегда состоит из трех. Это вещь, которая расстраивается, приходит в трех направлениях. И это три направления, это хохма, кетер, хохма и бина, которые существуют. Внутри хохмы тоже существует три вида хохмы. Есть хохма, которая известна всем людям, как, например, понятие дня. Люди видят, что днем светло, и днем человек более разумно, он больше наблюдает и больше понимает, что находится в мире. И каждый человек знает то, что ему нужно в этом мире. Ему нужно поесть, сходить в туалет, поспать. И это вещи, которые открыты всем. Это часть хохмы, которая открыта всем. Есть люди, которых открыты не только то, что ему нужно поесть, поспать, но что ему нужно поучиться, помолиться, позаниматься медсвот. Но это вещи, которые открыты для всех, любой может это постичь. Вторая, это хохма, которая называется мудрость, которая скрыта. И она не открывается, а только мудрецам. И это уподоблено ночи. Что ночь, на первый взгляд, ночь никому не нужна. Мы вынуждены ночью спать, но в принципе, зачем нужна ночь? Лучше бы это было время дня, когда человек может заниматься чем-то, воздействовать на мир, делать какие-то медсвоты и так далее. Но человек, у которого есть немножечко разума, он понимает необходимость ночи. Это не только необходимость для того, чтобы отдохнуть от трудов, которые человек делал днем, особенно для тех, кто ничего днем не делал, но ночь, она нужна сама по себе. Она, необходимость не только как некая антидень, но ночью происходят какие-то вещи, которые не могут произойти днем. Это неправильно, чтобы они происходили днем, поэтому ночь, человек, который мудрый, он понимает необходимость того, что называется ночь. Например, в книгах Бакаболи объясняется, что ночью, когда человек спит, часть его души возвращается ко Всевышнему, митсвот, который он делал в течение этого дня, соединяются с Творцом, и потом Творец дает новую душу, обновленную душу на уровне тех митсвот, которые были сделаны в течение дня, с утра возвращает эту душу в очень очищенном и более духовном состоянии в соответствии с теми заповедями, которые эта душа смогла поднять ночью. Поэтому ночь, она нужна во многом, не меньше, чем день, поскольку без этого результат заповеди не вернется к нам обратно с тем, что называется Ор Хазер, обратный свет. И третья часть мудрости, эта часть, вторая часть, первая часть, день, понимают все, вторая часть ночи его понимают намного меньше, но мудрецы это понимают, и третья часть мудрости, она скрыта от всего живого, как сказано Маше, каха лаба махшова лифанай, когда Маше Рабейну спросил Всевышнего, из-за чего погибает раби Акива, то Маше получил ответ от Творца, Маше это был Абханавиим, самый высокий пророк и Всевышний ему открывал столько, сколько никому не было открыто, но на вопрос, почему должен погибнуть раби Акива, Маше Рабейну получил ответ, замолчи, так у меня в мыслях появилось. Понятно, что у Всевышнего в мыслях появилось, это не просто зачесалась левая пятка, поэтому я решил, что я сделаю так-то и так-то. У него есть цельный расчет, который сказано было Маше, что ты Маше этого расчета понять не можешь. То есть существует та часть Хохмы, которая скрыта не только от нас с вами, но она скрыта от Маше Рабейну. И понятно, что это третий уровень, наиболее высокий. Что такое день, понимают практически все. Понятно, что тоже не все, но практически все. Что такое ночь, могут понять далеко не все, а те, кто использует ночь по назначению, кто получает результат, который ночь может дать. И есть еще один уровень, один уровень Хохмы, который не познал даже Маше Рабейну и Всевышний ему сказал, что даже ты не можешь этого узнать, замолчи, так мне захотелось. Теперь переходим к пасуку, о которой мы сейчас говорим. Хохма, хохмот, банта байта, мудрости строят дом. Здесь сказано, хохмот, это не наш пасук, это пасук в другом месте, тоже мы не шли в девятой главе. Но здесь сказано слово хохмот, поставлено во множественном числе. И мы теперь видим, что есть три уровня, три понятия мудрости, и вот все, а не трое, это то, что строят понятие дом. Хохмот, и теперь наш пасук, хохмот гу, берош меру мим алей дерех, то, что находится на вершине всех гор, возвышенностей и так далее, это то, что строит дом. О каком виде Хохмы сейчас говорят? Это третий уровень мудрости Хохмы, о котором сказано, что Хохма ибанега байт. Именно она построит дом, о котором идет речь. Этот вид Хохмы, о котором мы говорим, она не может быть открыта никаким способом, потому что она не доступна маширабейну, то есть она недоступна человеку в принципе. Она не может стать доступна в открытом виде, но то, что из нее рождается, это называется байт, и она, тем не менее, может быть принята человеком в виде некого сокращения, байт, это всегда сокращение внутри, в виде этого сокращения, и это то, что сказано, в иштвуна ядалена, человеку, у которого есть бина, он сможет это черпать. То есть, Хохма открывается через байт, Хохма, ее суть, буква алиф, алиф, это первая буква алфавита, байт, это с нее начинается бина, с этой буквы начинается слово бина, раскрытие Хохмы происходит через бину, поэтому человек, который навон, человек, который мудрый, он может увидеть не саму Хохму, потому что мы сейчас говорим про тот уровень Хохмы, который не постижим даже маширабейну, но результат этой Хохмы, так как она выходит через бину и начинает воздействовать, это то, что уже открыто, это то, что можно на каком-то уровне задать вопрос, в каком-то состоянии увидеть, постичь, в основном услышать, постичь, это та часть, которая возможна для достижения человека, теперь мы возвращаемся к нашему пасуку, после того, как мы проанализировали тот пасук, еще раз читаем, Бехохма и Банебайт, мудростью, третьим уровнем мудрости, будет построен дом, имеется в виду, что дом строится той мудростью, которую человек Хохмой, которую человек не может постичь, но тем не менее, увидев, разобрав этот дом, он может понять его источник, он может увидеть, откуда растет бина, это тот комментарий, когда Хохма Всевышнего раскрывается только через бину Творца, и эта бина, она не то, что постижима человеком, она, понятно, что тоже не постижима, но она уже, как некий план, как некое проявление, некоторые проблески, возможны для понимания, и об этом сказано, что Хохмой Всевышний строит байт, то есть букву бейт, а именно бину. Теперь, в переводе на более человеческую часть работы, которую дает Гаон в нашем псуке, он говорит о том, что Хохма – это духовная субстанция, которая должна работать на то, чтобы строить телесную субстанцию. Человек, как пишет Рамхаль в нескольких местах, например, в книге Дерри Гошем, Рамхаль пишет, что Гакодыш Барагу создал этот мир, чтобы в этот мир дать Ганноу удовольствие для этого мира, и построен единственное творение, которое создано в этом мире, которое способно получить это Ганноу в Ишлимут, цельностью, полностью получить это Ганноу, это Адам, это человек, который уподоблен Всевышнему, и он может получить этот Шлимут, а Шлимут, который дает цельность, который дает Творец, Творец сам по себе, он шалем, поэтому добро, которое цель, цельный, поэтому добро, которое он может дать и хочет дать, оно должно быть цельно, стопроцентно, поэтому, если Гакодыш Барагу даст не стопроцентное добро, то это будет изъян во Всевышнем, который невозможен, поэтому Гакодыш Барагу даст добро, которое стопроцентное, но для того, чтобы кто-то мог его получить, принять, почувствовать, понять, этот человек, который тоже должен, это человек, который тоже создание, которое создано по образу и подобию Всевышнего, то есть у него есть возможность ликабель принять шлеймут тавы, шлеймут ганаи, который ему дает Всевышний. Для этого человек создан из двух начал, которые находятся внутри них. Эти два начала это гуф, материальное начало, и нефиш, духовное начало. Состояние конфликта и соревнований этих двух начал это постоянное состояние человека, не только в этом, но и во всех мирах. Этот мир создан для того, чтобы человек смог построить свое тело таким образом, чтобы оно было совершенно и годно для принятия того добра, который дает ему Всевышний. Для этого человек должен воспользоваться самыми высокими уровнями своей души, уровень, который называется Нашама, более высокий, почти не участвует в работе, сейчас мы ее оставим. Нашама это из трех самый высокий уровень, это то, о чем сказано, что это Хелак, Элока, Мима, Аль, Мамаш, это часть Всевышнего, которая заключена, которая Всевышний вдохнул в человека. И человек должен воспользоваться этой очень высокой духовной субстанцией для того, чтобы материальная субстанция подчинилась духовной. Но человек создан таким образом, что внутри него есть борьба. И внутри этого мира, до конца, до прихода Машеха, у нас будет ситуация, когда, я извиняюсь за цитату, которую я когда-то учил в школе и в институте, но, тем не менее, бытие определяет сознание и материальность влияет на духовность и управляет духовностью значительно больше, чем духовность управляет материальностью. Это не то, что должно быть, это наоборот тому, что должно быть, но это то, что регулярно происходит в этом мире. Поэтому Бааламазе внутри этого мира, материя более сильная, чем духовная часть, и духовная часть слабо обороняется в левом углу ринга для того, чтобы не подчинить себя материи. Но, тем не менее, она должна, и у цадиким это происходит, стать основной частью, которая определяет все остальное, и тело должно быть подчинено душе. Но, как правило, в большей части человечества это не происходит, и это некий изъян, который существует внутри этого мира, который был замышлен Всевышним для того, чтобы добро, которое он дал, стало полным. Во время Машеха, это другой этап человеческой жизни после прихода Машеха, ситуация будет, когда духовность будет управлять материальностью. А Ла Ма Ба, грядущий мир, он тоже делится на несколько этапов, но основное, что там постепенно не только тело не может управлять душой, но там постепенно доходит до состояния, когда душа и тело оба забывают, что может быть, это у них уходит, что может быть состояние, когда тело не подчиняет себя душе на сто процентов. И это разные этапы Ала Ма Ба, которые существуют. Так вот, вернемся к комментарию Гагро. С помощью хохмы. Хохма – это духовная субстанция, которая находится выше, чем находится все в человеке, включая разум. Поэтому хохма, она находится над разумом, она находится выше понятия сейхель. Она парит над человеком и окружает его, опускаясь и касаясь сейхелях. Кетер – это еще более высокая часть. Она находится еще выше над понятием разума. Поэтому я очень извиняюсь за сравнение, но так оно немножко легче воспримется. Как вы знаете, многие христианские художники от слова «худа», они рисовали своих лыгавдель святых, они рисовали с тарелкой над головой, чтобы показать вот эту корону, которая нимф, которая находится выше человека, и которая у людей высокого духовного развития, он определяет сущность человека. Это та самая хохма, о которой мы говорим. Только не путайте, пожалуйста, с тарелкой. Это просто пример неправильного понимания, из которого мы можем выучить, что имеется в виду. Так хохма, которая есть у человека, которая находится выше человеческого тела, она построит, она должна строить дом. Дом, говорит Гаон, это и есть тело человека. Человек строит свое тело с помощью того, что находится, с помощью духовности, которая может одеться в одежды разума с помощью изучения Торы и так далее. И поскольку разуму это, тем не менее, не поддается, это говорит Гаон, что это строительство идет с помощью заповедей делой. Но при этом Твуна, это бина, она делает планирование, она делает поэтапный шаг этого строительства. Она связана с заповедью не делой. Потому что бина это женского рода, хохма это мужского рода. Я не имею в виду грамматику иврита. Так вот, бина, она связана с заповедями не делой, которая делает так, что она убирает от нас хоших, темноту, которая делает нарушение заповедей, не делая заповедей Торы, запрещающих. И таким образом, свет хохмы, который существует и входит внутрь человека, и освещает его тело, и строит дом, то есть тело человека, он строится с помощью заповедей делой, но при условии, что человек не нарушает заповеди не делой. Потому что заповедь делой, который человек творит, делает, но при этом нарушает заповедь Торы другую, то тот свет, который приходит через заповедь делой и освещает, и делает тело более духовным, более построенным, он разрушается с помощью заповедей не делой, который нарушает человек. Поэтому человек должен включить хохму и бину, два своих качества, которые у Всевышнего мы разобрали эти качества, посмотрев на главу 8, чтобы понять, как строится весь мир. А теперь мы занимаемся строительством нашего тела, потому что есть такое бодибилд или что-то такое, когда человек строит свое тело, причем поднимание штанги, гири и так далее. Так вот это не совсем то, о чем говорит Шлом Амеллах. Строительство тела – это строительство духовности своего тела, когда все тело построено для того, чтобы выполнять заповеди Асе, и это строит тело, и нарушать заповеди Лоты Асе, чтобы это не позволило разрушить тот духовный свет, который Всевышний нам выдал за наши заповеди Асе, и таким образом тогда строительство тела будет более или менее полным. И это хохма и бина, которые человек использует для строительства гуфа. Мы сейчас не говорим про нашаму, мы сейчас говорим про гуф, про тело. Следующий пасук, он довольно-таки трудный пасук, более трудный может быть, а может быть и нет, поскольку этот тоже был достаточно тяжелый. Когда он говорит, муж мудрый в силе и человек разумный, нет. А при знании покоя наполнится всяким достоянием, и человек разумный укрепляет мощь свою. Знания. Теперь мы до... А, извините, на иврите. Убэдаат хадаримималу, с помощью даата заполнится комнаты, кольгон екарванаим. Всем дорогим, множеством и приятными вещами. Мальбема на этот пасук я уже прочитал, Мальбем объединил два пасука вместе, поэтому перейдем к Гаону, который весь этот комментарий вообще убрал из него простой смысл, не нашел возможности его объяснять Альдерих Пшат, и сразу же объясняет через курсив, через Альписот. Он говорит, бэдаат хадаримималу, с помощью даата наполнится комнаты, чем наполнится, кольгон, множеством екар дорогими и наим приятными вещами. Говорит Мальбем, что есть три раше и варим, три части органов человеческого тела, в которых прибывает, с которыми касается, которые управляются посредством трех уровней человеческой души, а именно нефиш, рох и нашама. Поскольку мы уже много раз их обсуждали, то сейчас не будем. И это, вот эти три уровня, это то, о чем сказано, гон и карванаим, много, дорого и приятно. Вот эти три части, которые есть, нефиш, рох и нашама. Он объясняет, что это три вида мохин, мозгов, которые находятся у человека. Что это за три вида мозгов, которые находятся у человека? Это шлаша, мухин, три вида, которые находятся внутри Всевышнего, а именно хохма, бина, даат. Даат, она состоит из всех трех. Она включает в себя хохма и бина, и то, как хохма и бина, объединившись вместе, проходя через даат, воздействует на качество человека, на семь нижних качеств, оно выходит через хесед и дин, через качество абсолютного добра и качество строгого суда. Для того, чтобы немножко пояснить, дат, вот это понятие дат, я не хочу переводить как слово знание, я не знаю других слов по-русски, но это не очень красиво переводить это по-русски, поэтому, поскольку дат, это сочетание хохмы и бины, которое находится в состоянии стопроцентного соединения с хохмой, полученной информацией, бина и анализом этой информации, которое произошло настолько, что оно выражается в любом некуде, в любом элементе поведения, которое происходит. Внутри Всевышнего все то же самое, только на уровне Творца, о котором мы не очень можем разговаривать. Внутри человека это та информация, те знания, которые он получил от учителя, из Торы, знания Всевышнего и знания Торы, которые он переработал через бина, запланировал, спланировал, решил, как информация, знания должна пройти в этот мир, и которая теперь является частью действий, которые делает человек, когда он не может оторваться от того, с чем он связан с этими знаниями. Любое от мала до велика его действие будет проекцией его знаний, которые ему получены. Вот это вот понятие дат, которые есть в человеке. Теперь он объясняет, что эти три Моха, Хохма, Бина и Дат, Дат состоит из всех трех, поэтому есть три комнаты, в которых находятся Нефиш, Рох и Нашама, которые находятся на уровне Дат, и это три части Торы, которые доходят до нас в нашем мире. Что это за три части? Первая часть – Тора Шебехтаф, письменная Тора, вторая – Тора Шебаальпе, устная Тора, и третья – Тора Тсот, Тора Тайная Тора или Тора Ткабала. Они соответствуют, мы видели уже один раз, это я помню, что я показывал, они соответствуют трем частям того, что находится в этом мире, а именно земля, прах, воздух и небеса. Земля – это Тора Шебехтаф, письменная Тора, воздух – это Тора Шебаальпе, и небеса – это Тора Тсот, это Тора Тайная часть Тора, Кабала, которую немножко труднее понять, хотя на самом деле письменную и устную Тору тоже достаточно тяжело понять, чтобы ее по-настоящему понимать. И тем не менее, это вот три части Торы, три части души, которые в пасуке сказаны словами «гон», «якар» и «наим», что с помощью «даат» заполняются комнаты, это три комнаты «нефиш-рох» и «нашама», которые заполняются «гон», тремя видами Торы, «гон», «якар» и «наим», множество, дорогое и приятное. Это три части Тора, о которых мы говорим. «Гон» соответствует понятию «загав», «золото», «наим» соответствует понятие в другом пасуке «равпниним», много жемчуга, «якар», «дорого», это соответствует следующему понятию, «клиикар», «дорогие сосуды», «дорогая посуда». Сам «гон», вот это множество, о котором мы говорим, он тоже состоит из трех вещей, которые соответствуют двум качествам, двум медот, которые связаны, но в это, наверное, я все-таки не буду входить, только скажу, что это соответствует трем понятиям, трех отцов «авраам», «искак», «яков», «три авуа», которые вместе составляют весь народ Исраиля, который означает «ешаркель», прямая часть между человеком и Всевышним, прямая связь, которая образуется между человеком и Всевышним, это и есть система «даат», которая на русский обычно переводится «знанием». Но это «даат», «ладат», то есть постигать, знать настолько, что это не то, что мне надо думать, рассчитывать, приводить доказательства. Если человеку нужно приводить доказательства существования Творца, то это не верующий человек. Верующий человек, который на вопрос «есть Творец или нет?», отвечает «понятно, что есть». «Откуда ты знаешь?» Что значит «откуда я знаю?»? Я знаю. Есть вещи, которые не надо задавать вопрос «откуда я знаю?». Так же, как я знаю, что я существую. Если человеку надо доказывать, что он существует самому себе, то это уже некоторый процесс психиатрии. Поэтому знание существования Всевышнего, это тоже должно быть знание на уровне стопроцентного влияния. Сам этот факт оказывает влияние на любое действие, которое делает человек. И это должно пройти через нефиш, рох, нашама человека, через 32 натива, через 32 направления мудрости человека. И вот это то, что должно произойти. Теперь, гон, екар, ванаим – это много, дорого и приятно. Это три вещи, которыми должно быть наполнены комнаты человека, о которой мы говорим с помощью даат. Гематрия – числовое значение, гон и екара, наим – это слово «исраэль». Подробнее я думаю, что это очень трудно описать, поэтому это останется не на уровне простого понимания, а на уровне некоторых ромазим, которые мы сказали. Но я хотел бы подвести итог последних двух предложений, которые мы прочитали. Мудростью будет построен дом Твуной Биной. Он будет распланирован, одетализирован, и комнаты, которые есть в этом доме, будут наполнены даатом, через даат, будут наполнены всем множеством дорогим и приятным. Подводим итог. Что говорит нам Гаон? Хохма – это та часть Торы, которая находится в состоянии, это именно та часть Тора, о которой мы говорим, которая находится в состоянии, которое человек не может постичь, находится в состоянии того, что Машарабейн услышал от Всевышнего, что это ты не можешь понять. Соответственно, это тот уровень Хохмы, который строится, этот мир. И этот мир из Хохмы выходит в состояние Бины, Байт, Берейшит – это Барабайт. Берейшит – это сотворил дом. То есть из Хохмы сотворена Бина. Творение, вот это вот творение Бины, творение выхода из потенциального состояния в кинетическое понятие Бины – это творение всего мира, которое распланировано от начала до конца. И человек, который доходит, не человек, а Всевышний, когда он выходит из Бины и идет дальше на уровень дат, то это уже постоянное не только творение мира, а уже управление миром, постоянный контакт с этим миром, который происходит. Поскольку человек создан по образу и подобию Всевышнему, то, говорит Гаон, он должен то же самое сделать внутри себя. Только понятно, что то же самое мы не умеем творить миры очень удачно. На самом деле умеем, но лучше не надо. Так вот, когда мы творим, мы должны сотворить только самого себя, а именно собственное тело, которое творится через собственную хохму, а именно духовная часть человека должна построить тело человека. И это хохма, которая преобразуется в Бину, которая происходит, после чего Байт, то есть тело человека, становится построенным и начинается управляться Аль-Едей посредством духовной части человека. После этого человек переходит к новому шлаву, если он его достигает, новому уровню, уровню даата, когда духовное понимание всего, что есть, и знание того, что есть в этом мире, строит его поведение, которое построено только на уровне восприятия Творца. Эта система называется системой даат, и она, из нее растут два направления, которые происходят, на самом деле все, но два основных направления, две головы, которые из нее растут, и, соответственно, все поведение человека это наполнение комнаты своего тела, комнат, тем, для чего тело создано, а именно Гон, Екар, Венаим, трех уровней, которые заполняются Нефиш, Рох и Нашама, трех уровней Торы, которые даются человеку, и если тело строится посредством Митсвот Асе и Лота Асе, Митсвот Асе строит тело человека, Митсвот Лоте Асе, не дают разрушиться тому, что одновременно с этим строится, то одновременно с этим Аль-Едей-да, то есть посредством Талмуд Торы, наполняются комнаты тремя уровнями Торы, письменной, устной и Содом, и тогда человек достигает того, что тело полностью построено и полностью наполнено тем, что должно быть наполнено, и это и есть Шлемут человека. Таким образом, мы подвели итог этим Псуким и закончили Пасук номер 4, ибо из Радошем следующий урок будет Пасук номер 5 и дальше. Вот, это некое продолжение, но мне удалось закончить к концу Миньяна. Всего доброго, до новых встреч, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok